Без них невозможно было бы доказать, что Ярославль тысячелетний город, и невозможно было бы увидеть те предметы, которыми люди пользовались в прошлых веках. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают археологи. Чтобы увидеть самые древние находки, мы отправились в музей-заповедник. Археологические находки позволяют воссоздать прошлое. История Ярославля не исключение. То, чем пользовались наши предки, представлено для современников на выставке от времени Ярославова. Экспозиция затрагивает период с IX по XVI века. Все это еще недавно хранила Ярославская земля. К самым древним экспонатам относятся вещи, представленные в предыдущем зале. Это мирянские украшения, которые, на первый взгляд, кажется, относятся только к женским. На самом деле, в то время, в IX-XI веках, носили не только женщины, но и мужчины. Это были шейные гривны, которые потом стали чисто женским атрибутом. Шумящие привески. Привески в виде коньков, уточек, браслеты, кольца, которые все имели определенное символическое значение еще. К сожалению, почва в Ярославской области плохо сохраняет многие артефакты. Так что некоторые находки – настоящее чудо. Это элементы одежды, кусочки ткани, обувь, игрушки, бытовые предметы, оружие. Самой старинной оружейной находкой, датированной X веком и найденной на территории Ярославской области, является вот этот вот меч Ульбрент. Самое интересное, что этот артефакт чистой воды контрабанды, поскольку изготовлен он был на территории современной Германии, а в то время по тем законам вывоз оружия карался смертной казнью. Уже в ближайшее время фонды музея-заповедника будут пополнены новыми находками археологов. Завтра на месте будущей колокольни возле Успенского кафедрального собора начинаются раскопки. Захарокопов Елена Масалова. День в событиях.